Под бобовые культуры мы должны готовить и почву, и бороться с орно-полевой растительностью, и задуматься, скажем, над системой удобрения не только под конкретную бобовую культуру, но мы должны работать в звене сего оборота, и в конечном итоге мы должны смотреть на то, как работает вся система защиты и система питания непосредственно в сего обороте. Ну и самый короткий сего оборот, который может быть, ну скажем, с участием бобовых культур, это один раз в четыре года посеянное бобовое растение. Причем не очень важно, нут это чина, чечевица или горох. То есть зерно-бобовая культура. Поэтому если у нас, скажем, восьмипольный сего оборот, мы две культуры бобовых можем, как говорится, выращивать без проблем, то есть с уменьшением экологической нагрузки и снижением пестицидной нагрузки. То есть благодаря сего обороту мы можем значительно уменьшить применение ядохимикатов. Ну и, конечно же, чем хороши все бобовые культуры, это действительно, вот полемика была немножко, я сейчас попробую, как говорится, свою точку зрения сказать, что да, действительно, зерновые бобовые чем хороши? Тем, что они, ну, во-первых, процентов на 70 обеспечивают сами себя азотом, причем это мы называем биологический азот. И второй момент, работает не только на вегетативную массу этот азот, но и на качество продукции, то есть если у нас симбиотическая азотфиксация налажена, у нас и содержание белка в зерне бобовых культур будет на 2-3, как минимум, процента, а то и более выше. Ну и, конечно же, растительные остатки практически всех зерновых бобовых культур очень быстро разлагаются. Почему? Потому что большое соотношение углерода к азоту, то есть много вегетативной массе в стеблях, листьях, азота, поэтому и разлагается эта масса очень быстро. То есть к посеву, а как правило, бобовые, мы знаем, что это основной предшественник для каких? Для злаковых культур. Вот если с этой точки зрения мы посмотрим, то получается, что обязательно необходимо вводить в севооборот зерновые бобовые культуры. А вот что по видам за культуры, это уже второй вопрос. Ну и так, обратите внимание, какой должен быть предшественник для зерновых бобовых культур? Ну, прежде всего, как мы говорим, что должен оставлять после себя чистое от сорно-полевой растительности поле. А как это можно добиться? Значит, мы должны в предшествующей культуре уже подумать над защитой растений от сорно-полевых. И прежде всего, чтобы эти сорняки не давали осеменение, чтобы не было минирования поля. Поэтому, естественно, в посевах злаковых культур нам гораздо легче бороться с яровыми, двудольными, широколистными. В том числе, это что? Морь белая, амброзия. Ну, что еще, скажем? Многолетние. Это да. Ну, чаще мы, как говорим, с многолетними, мы, если всерьез боремся, то получается, что без гербицидов не обходится. Но мы должны еще вспомнить о том, что есть семена многолетних сорняков. И в посевах должны каким-то образом побороться именно со всходами многолетних сорняков, всем же осотом и прочими сорняками. Далее. Мы должны обратить внимание, что есть культуры, которые требуют глубокую обработку почвы, а есть те, которым достаточно поверхностной, или, как мы говорим, еще может быть прямой посев осуществлен. То есть, в настоящее время существует масса технологий по способу обработки почвы или отсутствии обработки почвы. Я думаю, что по технологии наутил бобовые также великолепно растут. И тот же нут, и чечевица, да и горох можно прямой посев осуществить, если действительно поле будет чистое от сорняков и заправленное минеральными удобрениями. Поэтому, когда мы говорим о классической, скажем, обработке почвы под бобовые, мы что можем сказать? Что необходимо внесение основного удобрения, а это чаще всего у нас фосфорное удобрение. Фосфор мы должны внести именно с заделкой в почву и рассчитать на действие, то есть на бобовую культуру непосредственно, и после действия. То есть, следующая культура, как мы говорим, звенья силоборота, да, это озимая пшеница, нут или чечевица, и следующая озимая пшеница. Так вот, для озимой пшеницы желательно, чтобы мы фосфор уже внесли под бобовую культуру. И в этом случае, что мы получаем? Ну, во-первых, уменьшаем количество проходов. Да, действительно, для этого должны быть средства, которые мы временно выведем. То есть, вот то, что бобовая культура использует, это раз, да, а часть не используется. Вот неиспользуемое, это как раз будет для пшеницы. И второй очень важный момент, тот же, скажем, нут выделяет корневой системой органические кислоты и способствует переводу труднодоступных фосфатов, ну, это чаще всего трехзамещенные фосфаты, в двузамещенные, и таким образом фосфор нутом может поглощаться из труднодоступных форм. Не каждая культура это может осуществлять. Следующее у нас чередование мочковатой корневой системы и стержневой. С чем это связано? Прежде всего, с тем, что выносятся элементы питания из разных слоев почвы. И, конечно же, скажем, если у нас стержневой корень, то что получается? Мы можем, не используя глубокую обработку почвы, осуществлять, ну, так называемую, скажем, биопахоту. То есть корневая система, ну, прежде всего, из нижних слоев поглощает элементы питания. После отмирания растительные остатки корневой системы, а это в основном фосфор, разлагается, и вот эти пустоты наполняются влагой и воздухом. Вот что необходимо для как раз мочковатой корневой системы озимой пшеницы. Следующее, у различных семей отсутствуют болезни и вредители. Поэтому, естественно, вот те, скажем, фузариоза, скахитозы, гнили, что у нута, что у чечевицы, да и у гороха точно так же, нет единых болезней или возбудителей по сравнению со злаковыми культурами. И, естественно, мы можем, что сделать, обработав семена, чаще всего нам не требуется обработка против болезней, там в особых случаях, если, скажем, ну, будет очень большое количество осадков выпадать. Вот в этом случае, может быть, нам необходимо будет как профилактику сделать обработка от гнилей. Точно так же по вредителям. Нет единых болезней у пшеницы, ячменя, или у того же нута или чечевицы. Ну и мы можем о чем говорить, что как раз предшественник, желательно, чтобы была влагозарядка, то есть регулирование водного, воздушного обмена, ну и, конечно же, плотность почвы регулировали. Но обратите внимание, исходя из того, что у нас в наличии основная культура ведущая, это была пшеница, и мы сейчас ставим вопрос, а чем заменить и уменьшить, какими культурами площади, занятые под озимой пшеницей. Ну, прежде всего, можно сказать, что у пшеницы есть разные виды. Мягкая пшеница, твердая, тургидная, шарозерная и так далее. И все они обладают различными качествами, качествами зерна. Поэтому можно в этом направлении, то есть не снижая общую площадь пшеницы, пересмотреть структуру именно по видам пшеницы и по сортам. В настоящее время есть масса сортов, которые, ну, скажем, ожидают своего производителя и переработчика. Вот над этими фразами задумайтесь. Далее, мы можем, альтернатива, не обязательно пшеницу использовать в качестве предшественника для бобовых, да? Здесь может быть, в зависимости от региона, и рожь озима, и тритикалия, и озима ячмень. Также могут быть предшественники все те же, только яровые культуры. Ну, кроме того, неплохой предшественник, я считаю, это овес и проса, тоже злаковые культуры, поэтому, если есть такие, ну, скажем, соотношения, вдруг кто-то выращивал большое количество овса, скажем, в прошлом году, вполне возможно использовать эти культуры в качестве предшественника. Ну, конечно же, нельзя не сказать о том, что есть большая практика выращивания нута после кукурузы, убираемой на зерно. Но для этого желательно, чтобы можно было успеть обработать и подготовить почву. То есть, фаус здесь учитывается. Ну, кроме того, скажу, что такие предшественники, как рапс, горчица, редька масличная, то есть, растения из семейства крестоцветных, да, их можно использовать, но желательно через озимую пшеницу. То есть, это великолепные предшественники для злаковых культур, то ли яровых озимых. И после этого можно вовлекать, скажем, после озимой выращивать зерновые бобовые культуры. Что касается подсолнечника, я вам скажу, что есть такое понятие минирования. И очень часто встречаешься, когда на поле не знаешь, что убирать. То ли тот же нут посеянный после подсолнечника или после оборота пласта подсолнечника у нас получается, что семена этой культуры остаются схожими, несмотря на то, что они заделываются в почву на определенную глубину. И когда мы возвращаем на поверхность эти семена, они прорастают, поэтому вот здесь нужно обратить внимание на отрицательное воздействие как предшественника и оказывающие отрицательное последействие подсолнечник. Что касается сафлора, здесь проблем больших, конечно же, нет. Есть такой опыт, когда выращивается сафлора, следом нут или наоборот. Ну, что касается льна масличного, я думаю, что эта культура, конечно же, является лучшим предшественником для злаковых культур. Ну и может возникнуть вопрос, а могут ли быть бобовые культуры предшественником для бобовых? Вот последнюю линейку желательно не использовать. Почему? Общие вредители, болезни, односторонний вынос элементов питания и стержневая корневая система. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok